Друзья, всем привет! Как слышно, видно? Если видно, поставьте плюсики в чат. Нас видно, слышно? Немножко опаздывает. Да, задержка есть чуть-чуть. Отлично, плюсики пошли. Все хорошо, хорошо видно, хорошо слышно. Сегодня у нас такой немножко необычный вебинар. Сразу будет 8 спикеров. Первый раз у нас такое. Сегодня мы поделимся своими эмоциями вот такой достаточно длительной поездки. Особенно, наверное, в нашем случае, потому что у нас все началось еще за неделю до форума, потом сам форум, потом проектная встреча, потом Италия, потом Латвия. То есть у нас получилась такая трехнедельная, самая короткая, самая длинная поездка. И вот эти моменты мы сегодня с вами поделимся. Расскажем, как это было, как проходило. Каждые спикеры поделятся своими эмоциями. Расскажем, где мы были, кому ездили, что видели. Ну и давайте начнем, наверное, по порядку. То есть с чего, собственно, началась наша поездка? Это с непридуманных историй. Это второй раз такое мероприятие проводится. Первый раз в 2017 году. Тогда с нашей командой там никто не выступал. В этом году с нашей командой сразу три человека. Было 3.16. Это уже такой хороший показатель. И что классно, что, знаете, это немножко был выброс, скажем так, из зоны комфорта. Потому что одно дело вот сидеть по эту сторону экрана и вам там рассказывать, как это было классно. С другой стороны, вот когда перед тобой 2.000 человек сидят, это совершенно другие эмоции. И мы отправились на неделю раньше перед самими непридуманными историями. И целую неделю с Константином Кожевником, с Олегом Куксовским и еще с 15 лидерами репетировали, 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 еще раз репетировали. Было много эмоций, как положительных, так не особо. Но, тем не менее, опять же таки, это новый вызов. И должен, кстати, добавить, буквально сегодня запись непридуманных историй появится у нас в разделе обучения. То есть это будет теперь обязательно часть для просмотра, так как, по сути, те истории, которые там были собраны, это истории обычных людей, которые пришли в бизнес, начинали с нуля. То есть начинали где-то, кто-то в магазине работал, кто-то от директора ночного клуба был, кто-то вообще дома сидел, кто-то в банке работал. Ну и, собственно, как бы, ну и та подача, которая там была, это то, что действительно заслуживает внимания. Каждый, в принципе, там найдет аналогию для себя. Непридуманные истории у нас, это был второй день, первый день, надо было отсюда начать. Это был форум, приехали лидеры нашей команды. Знаете, что тоже классно, вот помню, 15-16 года, когда мы впервые там собирались, что было хорошо, что вроде, ну, небольшая компашка, там, все как бы друг друга знают, а сейчас вот с каждым годом все больше и больше приезжает новых лидеров, и особенно хорошо, что вот, ну, если там у нас раньше, там, Украина чуть-чуть, там, Россия, немного Беларусь была, то в этом году у нас и Казахстан был, в этом году у нас и Молдова была. То есть, ну, расширяем горизонты, расширяем границы. Хочу также еще немножко рассказать за те новости, за те акции, которые были. Особенно сделать акцент на акции с бонусом 100 тысяч и с поездкой в Турцию, друзья. То есть, это, ну, такие бомбизные акции, с которыми просто делать бизнес очень даже легко. Я даже вот сейчас смотрю по товарооборотам, честно, у меня душа радуется, потому что мы на сейчас, вот даже если считать прирост по дням, мы делаем прирост практически в 20% от оборота прошлого каталога, который, должен быть, ну, сказать, такой тоже был симпатичненький по объему. И тем не менее, мы делаем прирост к приросту относительно прошлого периода. И это в целом как раз благодаря и акции с пылесосом, и акции на 100 тысяч, и акции на Турцию. То есть, все в комплексе, и это очень крутой инструмент для того, чтобы и вашу команду запустить, и вас запустить, и вам выполнить условия. И, ну, как бы каждый из вас может не только сам сделать, и поехать в Турцию и получить бонус 100 тысяч. Представьте, что ваша команда, то есть, вот, у вас наверняка же есть команда лидеров, которые тоже работают, которые тоже хотят поехать в Турцию. Вот представьте, что вы вместе со своими лидерами, там, Сюлей, Машей, Катей, Васей, Колей и так далее. То есть, вы вместе со всеми своими лидерами отдыхаете в Турции полностью бесплатно за счет компании, со всеми другими лидерами и проекта, и компании. То есть, и это реально, это реально, и каждый из вас может выполнить условия и поехать вместе со своими лидерами, вместе с командой. Ну, и плюс хороший бонус. И давайте теперь в итоге посчитаем, вот, особенно сейчас самые крутые условия как раз для новичков, которые приходят, потому что они идут абсолютно по всем акциям. Это акция «Быстрый старт», это получение бонуса 55 тысяч рублей только за открытие директора. А на секундочку, ну, это уже хорошая такая сумма. «Приди, открой директор, получи бонус 55 тысяч». Плюс это бонус 100 тысяч, вот, в Берлике еще дополнительно, это в сумме уже 155. Плюс за закрытие квалификации бонус, еще плюс 55, уже имеем 210 тысяч. Плюс поездка в Турцию, плюс пылесос, то есть уже выгоды мы получаем так, ну, тысяч на 300, как минимум. И плюс еще, конечно же, зарплата, никто же от нее не отказывался. А зарплата директора, все мы знаем, что это порядка 30-40 тысяч рублей в месяц, то есть, ну, грубо говоря, процедуры. И это те деньги, которые мы можем, вот, по факту сейчас, вот, взять и просто получать. И это, ну, это действительно реально. И, опять же таки, все сделано сейчас для того, чтобы лидерам максимально дать мотивацию. И наша задача, как раз, вот это сделать. Компания со своей стороны дала нам инструмент. Наша задача теперь этот инструмент применить на практике и по максимуму. Ну, собственно, что мы и делаем. Конечно же, как обычно, по традиции, у нас после мероприятия, у нас был свой мини-форум, была своя фотосессия, где приехали практически 80 лидеров. Ну, это очень крутой показатель. Очень было много директоров. И знаете, что тоже классно, что вот приехали девочки, с которыми тоже вот работаем 2 года, 3 года, 4 года. Да, и вот они первый раз приехали на встречу, кто там с Молдовы, кто с Казахстана, кто с дальних уголков России, кто с Беларуси. И, тем не менее, опять же таки, первая живая встреча, первое общение, первые эмоции, награждение, опять же таки, все это у нас тоже было. Ну, и, конечно, заключительный тортик. То есть, я думаю, что много кто видел и прямую трансляцию, и видел фотографию, и много лидеров еще прямые эфиры проводили, и потом вебинары проводили после встречи. Ну, это супер. Это супер, потому что реально такие встречи, они заряжают, и очень-очень классно, что многие приезжают на такие мероприятия. Ну, и на следующий день мы отправились в Италию. Мы поехали, нас завезли аж на самый-самый каблучок, на самый-самый низ, скажем так, сапожка. Вот, мы были недалеко от бари, примерно 3-3,5 часа. То есть, привезли нас отель, огромная территория. Номер тоже шикарный был, то есть, как бы, со своей террасой вот к нам в гости заходили. Да, у нас стульчики стояли, стояли на террасе. Да, там рабочие моменты обсуждали на террасе у нас. Вот, то есть, нам очень классно понравилось там. Также ходили, мы купались в море в Вионическом, очень чистая вода. Вот, успели даже позагорать, записывать видео. Вот, дальше потом нас, там мы пробыли 4 дня, да? Да, 4 дня. Да, это с тем, как мы прилетели 4 дня, и потом нас повезли в экскурсию по городу Бари. Вот, мы ходили, там находится базилика Святого Николая, там, где мощь Святого Николая. Вот, то есть, мы прошлись по городу немножко обзорная экскурсия, и потом дальше базилика. Вот, потом у нас был ужин, и мы отправились в Няполь. К Няполь мы ехали порядка 5 часов, да, где-то так. Вот, заселились мы уже где-то в час ночи, но мы как раз, нам повезло, наверное, больше всех, мы жили аж на 28 этаже. И у нас открывался очень красивый город, город Няполь, вот, вид как раз у нас из окна был. Вот, сейчас как раз вот вы видите Кастель-Нова, да, мы туда... Кастель-де-Нова. Кастель-де-Нова, да, вот. Это замок, мы туда ходили. Вот, то есть, очень огромный замок, сейчас даже возле него раскопки идут, еще часть замка. Мы ходили сами, вход стоил 6 евро на человека. Вот, как раз вот Коля сидит с ядрами, которые они использовали, когда оборонялись от... Это во время войн, вот. Дальше. Походили мы по разным улочкам, очень Италия впечатлила тем, что улочки очень узкие, жизнь кипит, все куда-то торопятся. Очень много туристов, вот. Вот, и дальше мы дошли уже в Королевский дворец. Вот, как раз сейчас фото. Потолки там, наверное, метров 6, вот, если так посмотреть. Вот, ну, как минимум, потому что очень огромное помещение. Переход идет с комнаты в комнату в комнату, и каждая комната обставлена... То есть, стулья, те же столы, вазы, картины, все, что вот раньше, как вот жили, да, вот, королевские семьи. Точно так же ты заходишь в каждую комнату, поднимаешь глаза, и перед тобой каждый раз новый потолок. Вот, то есть, очень много картин именно, именно вот, религиозной тематики. То есть, очень у них, вот, так это все красиво показано, все, естественно, отреставрировано, золото, обделка, везде. Вот, точно так же у них, вот, в Королевском замке было отдельное помещение, вот, отведено, как... То есть, большое помещение, как вот ты заходишь, просто как в церковь, но это помещение находится в замке, то есть, отдельно совершенно. Вот, дальше. Погуляв один день по Неаполю, на следующий день у нас была, как раз, экскурсия от компании в Помпею. Скажи. За Помпею? Да, да. Кстати, кто не в курсе, Помпея, это тот город, который... Везувий, да. Везувий, когда взорвался, это тот город, который накрыл и лавой, и пеплом, и здесь остались еще вот эти старые-старые-старые постепенности. Тех времен, которые, ну, немножко, да, их реконструировали, но, по сути, все в оригинале, вот, как было вот в те времена. И вот верхнее фото, это как раз место, где раньше проходили гладиаторские бои, и здесь там куча-куча-куча всего, куча всех мероприятий. То есть, именно вот в этом месте как раз собирались жители Помпеи и, ну, смотрели вот на эти мероприятия. Скажем так, чем, кстати, вот еще Италия удивила, действительно, вот знаете, ну, мы привыкли, что у нас там широкие дороги, большие машины катаются, там, джипы и так далее. В Италии этого вообще ничего нет, то есть, там в основном все катаются на мотороллерах, ездят двухдверные маленькие машинки, то есть, нам это немножко, как бы, непривычно было, и маленькие узенькие улицы. И вот, если брать конкретно по Помпеи, вот, те руины, которые остались, там вообще улицы узенькие-узенькие, то есть, там не то, чтобы проехать, там даже пройти, вот, ну, грубо говоря, вдвоем в разные стороны немножко сложно по переходу, то есть, постоянно надо, как бы, ну, уступать друг другу место, то есть, ну, представьте, как бы, вот, тоже ситуация, у нас там, как бы, к одному привыкли, в Италии живут совершенно по-другому. И вот эта тема с узенькими уличками, она перекинулась и теперь на большие города, и, по сути, в Италии мы и в Баре были, и в Неаполе были. Они, ну, в принципе, не привыкли, там, к большим машинам, как у нас, все полностью, вот, маленькие, такие компактные машинки. Так, что касается... Вот город сам по себе, он огромный, вот, Помпеи огромный город. То есть, везде руины, вот, это сейчас как раз, вот, показана площадь торговая была у них, вот, и фотография там, где, с мужчинами, это у них была баня, вот, и пол выложен мозаикой, которой где-то две тысячи лет, и она сохранилась, и ее даже, ну, этот пол даже не реставрировали. Ну, и, конечно же, чтобы скучно не было, мы с Москвы, когда вернулись в Италию, мы с Москвы полетели в Ригу, в Атрию, то есть, ну, у нас был выбор, или транзитом через Беларусь, ну, Беларусь мы в гости заедем буквально через две с половиной недели, мы решили транзитом через Ригу полететь, залетели в гости к нашему директору с Латвии, это единственный, пока еще, единственный директор у нас со стран Евросоюза, к Амитапсу, и он нам сделал такую обзорненькую экскурсию по Риге, мы посмотрели, так сказать, достопримечательности столицы Латвии, особенно, как бы, удивило, что в Риге есть такой парк, парк-второе кладбище, то есть, там были когда-то захоронены, ну, скажем так, основатели Риги, очень влиятельные люди, и с этого места сделали парк, и там приходят мамы с детками гуляют, приходят, ну, люди просто приходят отдыхать, посидеть на лавочках и так далее, и, то есть, если вот так походить, там очень много, знаете, тоже очень древних построек, и везде можно встретить символику масонов, то есть, ну, кто-то в истории немножко вникал, это, как бы, определенное направление, как бы это правильно так сказать, определенное движение, которое было, по-моему, в 17-16 веке, и это как раз кладбище, тогда и основалось, и, в принципе, все, кто был тогда, скажем так, при деньгах, все именно входили вот в состав масонов, и, опять же таки, в чем плюс, что вот так походить, очень такие, знаете, природа тоже своеобразная, и вот фотографии, по сути, вот здесь выложены даже без фотошопа, то есть, вот эти цвета, которые они есть, вот они есть такие в реале, и, ну, тоже так прикольно посмотреть такие места, потому что, опять же таки, в Украине одна природа, в Италии другая природа, в Латвии вообще третья природа, скоро заедем в гости в Беларусь, там вообще все по-другому, и, ну, все, вот знаете, в чем еще очень большой плюс сетевого бизнеса, в том, что с одной стороны ты вроде работаешь дома, то есть, как бы, вот, за компьютером и так далее, а с другой стороны ты в любой момент можешь вот на три недели поехать, и у нас даже так получилось, что мы один день, вот, ну, вылили, скажем так, у нас за четыре дня было четыре страны, то есть вылетели из Италии, улетели в Москву, с Москвы улетели в Латвию, с Латвии вернулись в Украину. Хорошо, что мы успели вылететь из Латвии, мы, самолет взлетали в четыре часа дня, и мы как раз где-то, да, мы ровно без пяти четыре мы зашли в самолет, только зашли в самолет, поэтому так бы мы еще в Италии, думаю, в Латвии остались бы еще там на денек, на второй. Да, вот это, конечно, тема балтийских стран, что все очень медленно делается, мы немножко к этому не привыкли, но факт есть факт, аэропорт в Латвии работает тоже немножко медленно, так что если вы планируете в Латвию прилетать, или потом улетать, делайте все с акцентом, что надо плюс еще часик добавить на прохождение всего, всего, скажем, что есть. На этом я передаю слово нашим следующим спикерам, подключайтесь. Есть у нас следующий спикер. Ребята, всем привет! Как меня слышно? Как меня видно? Ставьте плюсики. Так, а я пока попробую еще загрузить презентацию одну. Так, плюсики есть, отлично, меня слышно. Как видно видео? Так, все, 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 здорово, 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 все отлично. Сейчас я сделаю глоток воды и начнем. Так, ну, меня зовут Зеленков Андрей, участник драгоценной поездки, участник форума от компании Faberlic, который был в Москве, драгоценной поездки, которая была в Италии. Рассказать, конечно, много что есть. Сейчас слушал вот Колю, сына, да, как они рассказывали. Да, действительно, ощущения были очень-очень похожи. Я думаю, у всех, в принципе, людей, кто живет в СНГ, и потом попадает вот на эти европейские улочки, оно, конечно, вообще, в этот климат европейский, в этот образ жизни европейский, в их архитектуру, да, то, конечно, немножко это все удивительно. У меня сейчас прогрузится моя презентация. Буквально минутку, подождите, буквально минутку. И, так, еще мне на телефон, здесь пишут сразу. Сейчас она прогрузится, и мы начнем. Так, ладно, телефон я не буду отвлекаться. Так, давайте я вам расскажу сейчас про отель, в который нас поселили. Он назывался Робинсон отель. На самом деле, да, как Инна говорила, это был самый каблучок вот этого сапожка, да, как географически Италия выглядит. И, на самом деле, отелем мы, конечно, были очень удивлены. Ну, мы уже попутешествовали, там, порядка 10 стран посетили за свою жизнь. И, как бы, чем этот отель удивил? Он удивил тем, что он был, вот вы видите, да, как он находится, то есть, просто в каких-то лесах, просто, там, действительно, было очень много тропинок, как бы, такие просто природные, да, там, просто земля, ну, как бы, все красиво оформлено, все эстетично, все современно, ну, такой баланс с природой, понимаете, современность и природа. И, конечно же, сам отель, он выглядит, я не знаю, как правильно это называется, бунгало или нет, да, то есть, там не было такого отеля, что, там, 5 этажей, 10 этажей, там было всего 2 этажа, и при этом ты, как бы, идешь по улице, и просто заходишь туда, через дверь, да, ты заходишь уже, как бы, себе в отель. При этом у тебя потом есть балкончик, ты туда на балкончик выходишь, а там, получается, просто выход через такие растения, там у них, да, итальянские какие-то деревья, ты просто выходишь на какую-то лужайку, ты начинаешь там, можешь дальше куда-то, да, пойти. То есть, бассейны были просто шикарные, анимация была шикарная. В основном, в основном, как мы поняли, там очень много людей, именно с Германии отдыхало в этом отеле, потому что обслуживающий персонал отлично разговаривал на итальянском, ну, естественно, да, Италия, и на немецком языке. Я пробовал на своем ломаном английском поговорить, как бы, понимали базу, да, итальянские базовые какие-то, вернее, английские базовые слова, но дальше они просили пройти на ресепшн, да, и там поговорить. То есть, вот вы примерно видите, как все выглядело, что происходило. Каждый вечер, каждый вечер, там вот была такая, вот здесь вот видите, верхний правый угол, сейчас я вам покажу, вот здесь. Там, получается, проходили всегда какие-то интересные мероприятия вечерние, посвященные абсолютно разным каким-то событиям. Вот мы были на одном из них, каждый вечер мы, конечно, не ходили, да, потому что обычно мы ужинали вместе, сидели, разговаривали, что-то обсуждали. Там были танцы, народные танцы, итальянский ансамбль был, который выступал, потом массовая дискотека была. Ну, на самом деле, это было круто. Ты вот там находишься, ты понимаешь, что, оказывается, есть еще куча, ну, ты же привыкаешь, вот в каждой своей стране привыкает к какой-то клубной музыке или современной музыке, которую вы слушаете, да, под которую сейчас все дергаются. И ты, когда там оказываешься, ты понимаешь, что, оказывается, есть еще масса песен, которые почему-то у нас не крутятся, не играются, они какие-то на итальянский мотив, но на современный лад, соответственно. И они, ну, классные, они зажигательные, особенно, когда ты видишь, как аниматоры танцуют, да, как они зажигают дискотеку. Это, конечно, круто, это реально круто. Также на территории отеля были различные волейбольные площадки, футбольные площадки, все это было бесплатно. Мы, естественно, не играли, да, потому что, ну, не знаю, когда слишком много выбора, ты все не успеваешь, плюс мы на экскурсии ездили, да. Ну, мы видели, как люди стреляли с лука, то есть там специальный отдел такой есть, зона отдельная, там и стрельба из лука, все есть. На пляжах аниматоры зачастую занимались аэробикой, фитнесом, все вот в воде там, да, танцуют, в бассейнах точно так же. Естественно, все аниматоры спортивного телосложения, есть к чему стремиться, да, когда ты на них смотришь. На самом деле, в этом плане было все очень-очень. Что касается наших номеров, мы тоже были приятно удивлены. Ну, было классно. Вот видите, да, как эстетично все выглядит, современно, знаете, как это говорится, минимализм такой, да, по-европейски. Очень много дерева используется, такие тона коричнево-зеленые, природные, как что-то древесное, да, и зеленое, как листья. И номера достаточно были просторные. Ну, я думаю, кто в Инстаграме за нами следил, видели, что мы выставляли, да, какие у нас номера, снимали все это в сториз. Приятно было там находиться, убирались максимально быстро. Мы даже пару раз вывешивали, чтобы нас не беспокоили. И людям сделать, да, доброе попроще, чтобы не меньше убирались. Да, и мы, в принципе, да, где-то отдохнуть, где-то поспать. Да, и, в принципе, не успеваете там все загрязняться, потому что, в принципе, все чисто, все классно, все на самом деле супер. Также были рестораны у моря. У нас, к сожалению, не получилось туда записаться. Один раз мы хотели, в последний вечер, оказывается, нам надо было записываться с утра, а мы так вальяжно дождались, чуть ли там не три часа до ужина осталось, и мы пришли записываться. Ну, тоже прикольный ресторан, мы видели, как там люди ужинали. Там вот получается этот ресторан, он вот такой открытый, все бесплатно, абсолютно все пьете, едите, заказываете, все-все-все-все-все-все абсолютно бесплатно. Про кухню сейчас отдельно расскажу. И вы видите там море, да, сразу пляж, как бы, ну, приятная такая атмосфера, конечно, киношная, на самом деле, киношная атмосфера, все как из фильма взято. Вот так вот примерно все это выглядело у нас. Вот здесь как раз-таки слева вверху, вот здесь показано, вот там балкончики, и вот через такие растения ты сюда выходишь и можешь здесь вообще куда-нибудь пойти погулять. Что касается, кстати, еды, у меня всегда, знаете, как бы эталон, еда, это, я имею в виду в отелях, еда, это Турция. Ну, все просто так всегда рассказывают, всегда об этом говорят, все включено, да, что там вот еды завались, можешь есть, питаться, кушать, все будет супер. Ну, вот, побывали мы в Италии, я не знаю, я очень хочу на следующий год в Турцию, прям специально, просто вот чисто вот такой интерес, просто проверить, сопоставить, но Италия пока что, это было лучшее, что связано с кухней, что я лично видел, потому что питались мы на убой, несмотря на то, что в Европе зачастую, да, отели, можете даже сами проверить, зачастую включает в себя только завтрак, остальное вы как бы платите уже, ну, когда в Испании было, было то же самое, но это с другой компанией было, то есть был завтрак, а остальное ты сам ищешь. Вот, здесь, здесь было включено все, реально все, здесь был завтрак, поздний завтрак, обеды, полдники, ужины, еда была просто разнообразная, для Вали это вообще был рай, потому что она очень любит морепродукты, я, в принципе, к ним отношусь ровно, поэтому я даже, а, я только мидии попробовал, ну, вкусные, и креветки я ел. В общем, не люблю, но все ел, но еды, там было очень много мяса, разные виды, картошка фри, жарили гамбургеры, вот то, что я люблю, да, то я и запомнил, соусы, соки, соки, причем выжимали, выжимали, знаете, прямо вот свежевыжатые, то есть там стоял такой аппарат, который ты туда закидываешь, не ты, а человек, сотрудник закидывает, получается, продукты, допустим, апельсины, да, или там киви, условно, и оно выжимается, прямо вот с этими, как он называется, ну штучки от фрукта, это вода, какая-то мякоть, мякоть, вот, и получается, ты все это пьешь, все это классно, все это вкусно, но еды было очень много, вот реально очень много, я один раз хотел снять на камеру, почему-то администратор сказал, что на камеру снимать нельзя, я правда итальянский не понял, то ли еду нельзя было снимать, то ли шеф-поваров, то ли других людей, ну в общем, как бы нельзя было снимать, но то, что вы в первые дни успели снять, то успели, да, остальное мы, а, ну вот, кстати, еда, да, остальное мы не сняли, когда мы ели морепродукты, вот в частности креветки, причем, знаете, их было настолько много, ну креветки типа дорого, там вот эти мидии, все рыбы и прочее, и ты видишь, как просто их готовят килограммами, десятками килограмм, причем, сначала туда получается очередь большая, ну как бы там, вау, креветки, все туда, там, или омары, крабы, я не знаю, что там готовили, я вот это уже не видел, и все туда, такая очередина невозможная, да, а потом, потом все разобрали, все это съели, и ты смотришь, там просто продолжают готовить дальше, 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 и ты подходишь, берешь и берешь, берешь, она просто не кончается, ну блин, я не знаю, это было, это было на самом деле круто, не знаю, посмотрим, что будет в Турции, пока что Турция номер один, хотя там ни разу не было, да, но мне так кажется, но посмотрим, есть с чем сравнить, ну вот в принципе анимация, да, то о чем я говорил, очень много было различных мероприятий, это действительно было круто, мы вот кстати отдыхали сами в Египте, и вот там анимация была очень слабенькая, это в прошлом году было, то есть, ну я тогда думал, что это нормальная анимация, но вот когда мы побывали, кстати, в Тунисе, первый раз, когда мы были с компанией, с проектом, я тогда первый раз посмотрел, что да, анимация на высоте, и вот здесь анимация тоже была классная, шикарная, ну в конце, конечно, в последнюю ночь мы там потанцевали, поддергались, да, как можно так сказать, допустим, так, море, море, отдельные разговоры о море, тоже снимал в сторис, море, реально классное, вот они фотографии, все это видите, оно очень прозрачное, оно в принципе чистое, пляж классный, все здорово, знаете, что еще понравилось, ну наверное, опять же, этот пляж, чем был хорош, тем, что он, видите, отдален был от цивилизации, так скажем, да, там вокруг лес, и, 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 и очень мало, практически их не было людей, которые что-то продают, обычно на пляжах бывает, ходят люди, продают различные халаты, платки, веревки, да, там много чего, здесь тоже я пару раз это видел, но я это видел прямо буквально пару раз, и все, и они, не назойливо все это происходило, да, Юля, правильно говоришь, то есть, все зависит от отеля, очень много зависит от отеля, конечно, но здесь, слава богу, в Робинсоне, да, отеля Акулия, нам, нам очень, очень круто компания все это сделала, в море купались, море было теплое, хотя это был уже конец сентября, можно сказать, начало октября, да, ну, как бы осень, но для этого региона, для этого климата, конечно, это было, абсолютно все равно, все купаются, все круто, очень много людей пытались кататься на, как они называются, серфингом, да, типа заниматься, но они там на них становились на вот эти доски, и дослали там гребли, мы этим, конечно, не занимались, но это все было прикольно, очень прикольно, хотелось проваляться на пляже, позагорать на пляже, покупаться в этом море, и, ну, естественно, оно было соленое, да, как это нормально для любого моря, я думаю, в общем, отдых здесь был, на самом деле, классный, вот все фотографии собраны, вывод, да, вот здесь мы подвели итог, что мы бы съездили еще раз, да, кстати, Валя начала смотреть сразу же, что вот нам бы с сыном сюда, почему с сыном, кстати, здесь фотографий не было, это там детские, детские, получается, зоны, очень классные, там был прям такой один, как бы отдел на улице, типа аквапарк, все было именно детское, то есть горки все классные, маленькие, ну, в смысле, для маленьких детей, фонтанчики, бассейны, прям было супер, мы видели детей, которые там отдыхали, ну, блин, просто рай, реально рай, вот Валя начала смотреть, сколько же будет туда стоить на троих, на, также 10 дней, вот так слетать, отдохнуть, и там сумма вышла порядка, чуть больше 300 тысяч рублей, там 340, ну, 350, грубо говоря, в общем, на наши деньги в тенге, это вышло где-то порядка 2 миллионов тенге, сумма, конечно, очень-очень большая, у меня наушник вылетел на радостях, давайте двигаться дальше, у нас следующая презентация, я заменю спикера, еще одного, как бы я дорвался, да, до вебинара, поэтому все, другие спикеры у меня, простите, вести все буду я, да, никому не дам места, что касается экскурсии, вот Коля, сын, немножко затронули тоже тему экскурсии, мы с Валей всегда, когда куда-то приезжаем, мы по максимуму себя, свое здоровье выжимаем, Галина пишет, если с ребенком, то весь отдых на детских площадках проходит, да, это так, мы с Валей, кстати, об этом говорили, говорили, что если едешь с ребенком, то лучше ехать прямо ради ребенка, ну, правда, потому что ехать с ребенком, когда у тебя, там, допустим, какие-то свои дела, или ты как-то хочешь по-своему, ну, наверное, будет тяжеловато, мы ни разу с ребенком не ездили, но если не с кем оставить ребенка, там, допустим, без родителей поехал, то я думаю, это будет тяжеловато, а так, да, если ты полностью посвящаешь этот отдых ребенку, это только быть на детских площадках, и там наслаждаться жизнью, да, и видеть, как твой ребенок отдыхает, так вот, вернемся к экскурсиям, мы с Валей всегда выжимаем себя по максимуму, чтобы увидеть как можно больше, больше каких-то городов, больше увидеть, так, ко мне кто-то стучится, наверное, это сын, ладно, не будем отвлекаться, то есть увидеть больше каких-то разных локалей, да, потому что находиться в одном месте, опять же, кому как, кому-то это прикольно, наверное, кто-то хочет просто порелаксовать на одном месте, просто никуда не ходить, кушать, питаться и валяться, да, отдыхать, как говорится, мы любим такой отдых, полуэкстремальный, кто следил за нашими сторис в Тунисе, тоже видели, как мы на износ просто по пустыням бегали, да, везде, так вот, что касается здесь, экскурсий было много, сейчас точное количество не назовут, 4-5, наверное, давайте начнем с первой, это был древний город Матера, вот это вот я, кто узнал меня на его фоне, в принципе, там сейчас, насколько, как я понял, там сейчас никто не живет, плюс мы не всегда слушали гидов, поэтому какую-то историческую составляющую от меня сейчас не ждите, я буду рассказывать сугубо наши эмоции, что мы там из-то видели, и мы вообще любим путешествовать, когда нас нигде не водят, мы как бы сами куда-то приехали, сами начинаем там ходить, бродить, и сами что-то смотреть, где-то залипать, останавливаться, ну, то есть, вот такого формата был город, он очень-очень старый, он, его особенность в том, что он находится в скалах, то есть, город прям выдолблен в скалах, там, видите, какая-то часть, да, его есть, естественно, есть и постройки, сейчас, как я понял, там никто уже не живет на постоянной основе, там просто какие-то кафешки, просто отели, вот так это все выглядит, как бы, тоже экстремально, кстати, остановиться там в этом отеле, достаточно интересно, мне кажется, там были, кстати, люди, которые останавливались, мы видели, как они выходили, то есть, заселялись, вот так вот городок этот выглядит, но опять же, да, чисто такой вот европейский стиль, старый, средневековье, кстати, если мне не изменять память, там прям жили, вот когда еще начало нашего века было, по-моему, начало нашей эры вернее, вот, улочки очень-очень узкие, ты ходишь, часть, часть вот этого городка, часть улочек уже разваливается, были, мы видели, как булочки, которые прям были перегорожены, чтобы туда люди не заходили, потому что там что-то где-то обваливается, ну, потому что это реально очень-очень-очень, не то что старое, это древнее, это реально древний город, естественно, мы там нашли потом пиццерию, естественно, мы там ее покушали, пиццу эту, что хочется сказать о пицце, у меня друзья все в WhatsApp спрашивали, ну, что там, что там, Италия, это же как бы родина пиццы, что скажешь о пицце, ну, скажу, что, пицца вкусная, да, безусловно, она обалденная, но сравниваем, опять же, мы едим пиццу в Казахстане, у нас тоже всякие итальянские какие-то есть, отделчики такие небольшие в торгово-развлекательных центрах, есть просто пицца, не связанная с Италией никак, да, кроме названия, не могу сказать, что она была прям вкуснее в разы, да, она была вкусная, да, безусловно, у нас тоже она вкусная, но мы все-таки были в поиске той пиццы, которая нам, нас ведет с ума, сорвет нам крышу, как говорится, мы ее нашли, я чуть дальше расскажу, также пытались покушать пасту, паста вкусная, Валя, не с первого раза удалось ей найти пасту, опять же, потому что языковой барьер, итальянский для нас был, это просто как вот инопланетный язык, ты абсолютно ничего не можешь понять, абсолютно ничего, меню были очень часто без картинок, поэтому ты просто говорил там, а не паста, да, ай лав паста, тебе говорили, окей, вот здесь на итальянском тебе уже все объясняли, ты говорил, ну окей, давайте вот это тебе приносят, там что-то другое, совсем не похожее на пасту, и ты это ешь, и понимаешь, что это была не паста, да, совсем, вот, но мы все-таки нашли потом, и пасту, все нашли, потом у нас была, была экскурсия в город Лечи, если не ошибаюсь, да, это Лечи, да, это Лечи, Лечи, конечно, это уже был достаточно крупный город, точно не назову вам население, по-моему, там было уже порядка, порядка 70 или 100 тысяч населения, опять же, да, для нас, для СНГ, как бы, когда ты слышишь, что город там 50-70 тысяч, ты сразу представляешь, что это какой-то маленький такой городок, да, у нас, по крайней мере, в Казахстане так, как бы все привыкли, что там, ну, хотя бы 500, 600, 700 миллионник, да, вот там, типа, есть и работа, много работы, там и зарплаты повыше, в Италии, да, и в принципе, в Европе в целом не так, разрыв совершенно не такой, между городами-миллионниками и там мелкими городами, то есть, ты приезжаешь туда, где чуть меньше 100 тысяч, допустим, город Лечи, если, если там население больше, да, прошу прощения, потому что, опять же, я не помню, может, по Википедии кто-то посмотрит, сразу скажет, поправит меня, и вот, ты ходишь, ты видишь, что это обалденный город, там есть современная его часть, которая строится, новые здания, новые жилые комплексы, ты видишь, что там есть Макдональдсы, ты видишь, что там старая часть города, классная, куча кафешек, куча всего, ну, вот эти узкие улочки, да, это визитная карточка Европы, в принципе, европейских городов, было классно, плюс мы попали туда, в этот город, в Лечик, и в этом шел какой-то митинг, да, мы потом поняли, что это такое, там есть центральная площадь, и на этой площади есть такой рисунок, он из плитки, как бы, это не просто нарисовано, это как полно, из плитки, там, в общем, волчица, это символ города, этого, и при этом, Оань, привет, привет, ты здесь, на Рубинаре, и получается, они там, студенты, прямо облепили, опять же, кто на шторе смотрел, видели, там просто были тысячи людей, ой, Тань, привет тоже, наконец-таки вы пришли, но я вашу тему уже рассказал, вот, и, получается, они окружили вот эту вот, понос изображением волчицы, по их какому-то преданию, по их преданию, да, вот, население 95 тысяч, ну, чуть меньше 100 тысяч, как я и говорил, влече, и по их преданию нельзя фоткаться с этой волчицей, а нельзя, нельзя на нее наступать, иначе ты не сдашь экзамены, и вот, мы, естественно, все потом разошлись, там, это часа два у них шло, может, чуть больше, мы, лично, мы видели это два часа, и с Валей фоткаться, Валя встала на эту волчицу, села возле волчицы, обняла волчицу, я фоткала, к нам подходит вот эта группа, из там 10, сколько их там, 12 человек, студенты, и они нам начинают, опять же, на итальянском, потом на итальяно-английском языке, рассказывать о том, что так нельзя делать, очень был интересный английский, опять же, да, английский разных народов, очень отличается, вот, когда вы будете разговаривать с русскоязычными, на английском языке, вы, в принципе, будете друг друга хорошо понимать, потому что у вас, в принципе, один и тот же говор, по большому счету, языковая группа, одна и та же, когда ты разговариваешь с итальянцем, на английском, то есть, его такой же английский уровень, как и мой, в принципе, такой, и ты понимаешь, что он говорит, видимо, то ли на плохом итальянском, то ли на каком-то непонятном другом языке да вот да они были милые веселые были классные а если не если не ошибает не изменяет мне память да они вы стояли сбоку вот и смотрели за всем этим как они к нам пристают потом он достал google переводчик начал просто мы так начали общаться и почему они нам объяснили что не дай бог что вы если студенты вы никогда не сдадите сессию никогда никогда ничего не сдадите мы им объяснили что ребят спасибо за комплимент на студентов мне очень похожи на такие 30-летние студенты и в общем не сказали а ну тогда фоткайтесь где хотите что хотите делать но я попросил записаться видео записал тоже на у нас есть на странице и сфотографировались веселые веселые ребята пофоткались по улыбались посмеялись и разошлись естественно там в лече мы по обедали мы опять заказали пиццу мы опять попробовали заказать пасту вот валя заказал это блоку то овощной рагу спрессованная на самом деле пицца была опять же изумительная особенно знаете итальянских пицц они готовятся в печах у нас по крайней мере в астане я не встречал что прям память может я просто не обращал внимание а италия как бы такой рух придал до значения что аж в печах делают но на самом деле делают в печах у них такой оба достаточно вот такой знаете массивный ободок вокруг пиццы но он очень мягкий что приятно то есть мы часто едим когда пиццам этот обод оставляем потому что он такой твердое тесто а здесь же она был очень мягко ты его пальцем надавлюсь на проваливается в принципе ты можешь его есть единственное что она без этих сыра без специи без всего вот пиццу поели она еще знаете ты обычно ее берешь и она прям стекает вся вот с этого хлеба все что там есть поэтому нужно так аккуратно все это раз и закинул также мы позаписывали видосики которые нам нужны были для проекта как бы отвлечь и осталось впечатление очень-очень приятно на самом деле очень приятно потом мы ездили в город забыл как называется альберабелло по моему как то так в общем там домики в стиле трули их строили вот в таком стиле они были пока не кто-то пробирается наверное то есть вот эти вот фотографии когда готовились мы катали я думаю что это из какой-то соломы они сделаны на самом деле они сделаны из камней то есть они сделаны без цемента без всего просто сложены реально сложены такие камни знаете которые над хорошо лягушки пускать по воде потому что они такие очень плоские и вот такие наверно размеров да да камни камни валентина это камни на крыше при этом ты можешь попытаться некоторые вытащить но опять же тяжесть огромна этой крыши поэтому не просто так подойти какой-то камень выдернуть давление огромное но видел я там были камешки которые где-то болтались где-то можно было прям вытащить но мы не стали этого делать не дай бог завалится вся деревня потому что на нас повешивать все это восстановление городок маленький очень маленький тоже древняя это понимает и поселение очень много там туристов много сейчас там и отельчиков сделан таки знаете как отдельный домик ты снимаешь и живешь но на самом деле классно было там и другая часть города уже современная она тоже классная она суперская я думаю ночью там вообще красота бешеная не значит фотография есть или нет сейчас посмотрим дальше это вот мы получается с нашей казахстанской делегации фотографировались и вот на фоне вот этого маленького городка здесь у нас перед лицом за спиной у нас получается этот городок а перед лицом у нас уже идет современная часть этого города к сожалению фотографии этой нет там знаете вы просто сказка все сказочно плитка вы знаете вот вот я вам сейчас покажу вот фотография вот видите плитка она как будто кристально чистая она реально кристально чистая не знаешь чем это связано сама плит который пыли нет да там не знаю ну блин класс она прям сверкает как будто и эти отшлифовали чем-то вот типа маслом каким-то и еще чем-то на самом деле супер реально супер мы там тоже погуляли тоже покушали мороженое поели все супер было все было классно все было интересно погуляли по главной площади прошлись по нескольким улочкам как бы знаете все однотипно узкие улочки такие вот домики стоят окна выходят друг другу все соседи кстати соседи принципе если там вот живут свали смеялись в принципе могут быть самым близкими друзьями да если люди заселились друг напротив друга в разных домах но окна выходят друг на друга если они куда-нибудь переезжать они в принципе будут видеть всю жизнь этих людей друг друга как они состарились как они с семьями там обедали и ужина поэтому но интересно достаточно конечно все это потом мы поехали в баре оттуда у нас должен был быть выезд в неаполь наш последний город где мы дислоцировали сюда практически родственники правильно это практически родственники реально так и есть может быть они все здороваются друг с другом такие доброжелательные потому что они просто тупо видят друг друга каждый день с утра до ночи и ну грех не поздороваться это уже мы в баре там же у нас был нужен баре это морской город в том плане что есть выход к морю да тоже очень интересный город очень не знаю баре посмотрите сколько населения может там 1300 уже побольше да но он конечно город был действительно побольше набережная была классная все было супер вот такая архитектура старый город знаете все такое вот прям вот я когда гуляю по таким европейским городам я всегда прямо пытаюсь проникнуться как будто в те века когда это было современно когда они это строили и мне кажется это какие-то волшебные ощущения представить что эти люди ходили не было никаких телефонов не было никаких машин мотоциклов до современной одежды вот они там ходили немножко жутковато естественно особенно я думаю вечерами было жутковато там же он получается ходили в храм храм на это это называется николая николай спаситель как точно не знаю как называть спускались спускались к его мощам где они там покоятся а в принципе все записки оставляли но опять же тут заходишь в этот храм вот знаете прям вот как вот средневековье показывают это конечно будоражит немножко сразу почему-то представляешь вот это вот церковь средневековую кого экзорцизм как ну и он там был когда там сжигали людей где-то да за то что они там родились с рыжими волосами и там ведьмы да и прочее ну это все как бы прям реально ты видишь вот это все ты прям чуть ли не слышите голоса что там происходило в те годы ну конечно классно эмоционально классно там находиться на самом деле очень здорово это вот просто улица это одна из это не главное то есть мы шли по главной и вот это как бы уходит налево с главной улицы вот так она выглядит понимаете это живите современных много зданий если честно из-за такой узкости вот этих улочек мы когда в неаполе свали гуляли и у тебя не кажется что ты как будто по торгово-развлекательному центру ходишь ну потому что у нас в астане в меге да допустим ты заходишь в мегу она двухэтажная но она просто огроменная просто нереально огромное целый квартал и у нас проходы между бутиками в мире они шире чем улицы в италии вот где мы были они реально шире то есть даже вот здесь вы можете посмотреть вот мы сейчас показывают эту улочку да ну не уже не уже у нас в медиат коли у нас был в меге гулял там где-то часик может подтвердить сказать романтик да наверное наверное мы очень любим вот это все ходить смотреть представлять видеть прочувствовать понимаете вот это все мы не очень любим на самом деле прям пляжный отдых я по крайней мере валя может и любит хочет отдохнуть нам приходится ходить со мной понятного тоже все это любит это все действительно интересно посмотреть вообще на культуру на историю того что происходило представить себя в те века это на самом деле круто так вот я говорю мы с вами гуляли у тебя не кажется чтобы кого-то в торговом центре ходе она когда кажется потому что на самом деле ну как бы его здесь вот везде чисто на этих улицах хотя не везде в италии чисто сейчас про неаполь расскажу и вот как бы все это высотно узенько чисто вокруг все везде огоньки горят и кажется что ты действительно дождь здание хотя на самом деле ты поднимаешь голову вверх нет небо есть значит и все-таки идешь на улице где-то вот потом мы на ночь поехали в неаполь к часу мы приехали в неаполь и вот такая картина у нас предстала перед нами это вид из нашего окна мы жили на 18 этаже не знаю эта компания сделать специальный лес чтобы у нас был такой вид но это было круто потому что ты видел море ты видел этот залив ты видел вот эти замки вот здесь вот вы видите да замок стоит вот там в принципе просто обалденная часть неаполя вот все что от нас туда идет вот эти замки набережные ну круто очень круто реально круто красиво чисто супер просто супер вот заселили нас в отель здесь вот мы фотографировали все там друг друга отель на самом деле классный опять же современный комнаты были чуть поменьше чем в гостинице в которой мы жили на пляже когда но знаете все такое очень удивило приятно что вот мы были в номере очень много очень много получается было для инвалидов то есть у нас пока к сожалению в снг этому не так много уделяется внимание да в гостинице общего пользования но там очень много то есть мы заходили в ванную комнату до что там какие приспособления то есть человеку с ограниченными способностями в принципе он быстро чувствовать очень комфортно там потому что все сделано для него и чтобы он чувствовал себя нормально вот это конечно понравилось питались мы там питание конечно уже было никак там в отеле в роббинсоне тому все-таки нас заваливали заваливали едой да здесь конечно все было не так это конечно бизнес отель больше скорее всего такой знать там и отдел был где питание как столовая ресторан называется не таких масштабов в общем приехали в неаполь до сюда не кушать а смотреть город смотреть гулять ну и принципе что мы с вами сделали мы начали гулять так они к сожалению не не подгрузила фотографии где мы именно гуляли в общем вышли хотели сначала сторону стадиона пойти пошли в глубь города были ужасно удивлены тем как обстоят дела в городе узкие улицы тротуары заняты мопедами ты не пройдешь там просто по тротуарам где мы ходили и при этом улица вроде пешеходная оказывается для машин и ты постоянно вот так знаешь с оглядкой бегаешь прыгаешь там самолет здесь велосипед там мопед там машина некомфортно очень было гулять и улице все сужались сужались нам казалось что мы скоро будем вот так боком все проходить в притирку друг другу в итоге было принято рационально я думаю решение развернуться забить на этот стадион и пойти просто в сторону моря потому что там я думаю должно быть попросторней до когда мы начали приближаться к морю то есть за несколько кварталов улицы были классные шикарные красивые чистые ну просто было супер на самом деле людей кстати очень много мы потом прочитали что неаполь он хоть и не самый большой по численности населения но он по плотности населения самый плотный город очень плотный город вот так же мы там погуляли вот кстати там на набережной мы съели пиццу от которой я чуть не сошел с ума это было просто великолепная пицца я не помню ни название отеля я ел пиццу пепперони называлась и это было на самом деле круто вот эта пицца действительно произвела на меня впечатление шикарная вся растекалась все было просто вот прям вообще вообще не за как будто я возле печи стоял ел ее прям там то есть она настолько была свежая настолько классная но это не передать эмоциями опять же у меня есть пост про пиццу и фотографии с этой пиццы это было круто вечер в неаполе у нас был последний прощальный вечер у нас был на 12 этаже панорамный ресторан это вот мы там стоим тоже было классно вот это вот атмосфера stories думаю вы все смотрели ты кушаешь тут же у тебя свежий воздух тут же у тебя город перед тобой и на самом деле это было классно это было супер расскажи про последнюю про последнюю экскурсию где мы были это город помпей это у подножия везувия который когда-то стер с лица земли все это восстановлено раскопано коле сын и уже рассказывали чуть-чуть да я просто вкратце расскажу что до город на удивление огромный огромный для тех времен ну просто он реально огромный было интересно знаете заходить какие-то бога эти домики богатых людей на тот момент у них там знаете двор так как показывать эти вот фильмы про римлян там да про вот италия там средние века или на вообще начало нашего тысячелетия прикольно очень прикольно смотреть как они там представлять как они ходили как они там жили заходили мы в публичные дома смотрели какие комнатки там были очень тесные я вам скажу ну это вот ты просто опять же проникаешься в это все ты представляешь как 2000 лет назад люди там ходили чего-то жили даже представить не могли что через две тысячи лет здесь будут ходить люди ну я про нас груз казахстана сидеть в их домах гулять по их улицам фоткаться дайте stories и записывать жалко на самом деле что такая участь постигла этот город жалко потому что там ну блин очень большой и очень развитый кстати там был водопровод проведены к сожалению из свинца были трубы сделано что звелок массовым отравлением но тем не менее просто вдуматься до 2000 лет назад у людей был водопровод водопровод это конечно было интересно ну и в принципе различного рода колизеи вон там он тот самый везуви это мы уже выходили здесь видео записывал о том как нам лидер пришел с другой компанией как обычно вот на фоне вот такой панорамы вот это все что касается экскурсий на самом деле было круто мы были выжиты как всегда свали как лимон и просто устали просто дико ходить ездить переезды но это все того стоит потому что когда проходит время там у тебя этого всего вдоволь ты этом насыщенно этим тебе уже кажется ой да хватит а вот когда ты возвращаешься домой ты понимаешь что ты сделал классно ты везде был ты все смотрел тебя куча эмоций куча воспоминаний вот ребятки на 10 на нее передал вам максимально точно максимально точно теперь я передаю слово следующему спикеру я сейчас отключаюсь все давайте альтабу фарадидо ля пальпетро инсумитру чизо бобено шеф руса туриста облика морали всем привет всем привет как нас слышно как нас видно ну всем привет представляемся мы на самом деле русские просто побывали в италии кое-чему научились меня зовут татьяна распопова мой муж александр мы одна из четырех семейных пар с нашего проекта которые побывали в италии тоже хотим немножечко с вами поделиться своими впечатлениями насколько было классно все слушайте ну давайте так общие впечатления мы первый раз были в европе но мы до faberlic знаете и не мечтали о таком подарке или о таком выезде что мы сможем побывать в италии слушайте впечатление слова классно но это такое хорошее слово но она не передает всего просто поймите насколько это я не знаю завораживающе знаете с одной стороны вы едете через всю италию нам дали побывать вот как в таких где но выращивают фермеры да где много оливковых деревьев и понимаешь что так поля 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 винограды оливковые деревья и это кажется такой как провинции да тут же переезжаешь вот мы были где получается италия в конце да где каблучок внизу на юге италии в каблучке видели как италия да и там каблучок а мы были стоить с той стороны побывали и получается ты переезжаешь вот с одной стороны вот где провинция тут же попадая в шикарнейший отель где мы отдыхали на море ну просто вот уже подсказали все там такое обслуживание и знаете там в этом отеле но германия в основном отдыхает понимаете вы когда-нибудь ездили на машинах германии насколько это люди но как бы думаю любят такую точность и культуру знаете и вот этот отель где мы были но много там было с германии с детьми все очень так степенно спокойно знаете такая ну на отдых располагала просто круто там по идее отдельный разговор в общем мы побывали на этом каблучке италии разглядели там все вот эти ну как бы местные отличается знаете север и юг очень сильно италии и это вот побывать мы побывали как в двух культурах разных хотя это одна страна впечатлений масса ну давайте там все вроде такое сказали давай может магазины тань побывала таня меня по магазинам там немножко погоняло особенно в неаполе а мне еще знаете что понравилось мне понравилось ну андрей тоже это подметил то что компания фаберлик оплатила нам полностью питание потому что в основном в итальянских вот этих вот отелях действительно включен только завтрак остальное питание отдыхающие должны как бы оплачивать за свой счет вот мы отдыхая от компании фаберлик не платили вообще ни за что вот огромный поклон нашей компании потому что питание было убойное как уже рассказали перед магазином подождите пока питание но есть один был ну я один минус один из ужинов которые там у нас был мы считаем что это был лучший да мы подумали ужин наверное который мы когда-то имели да вообще это было настолько трогательно для нас когда мы ну в общем я ел жареные королевские креветки сколько хотел я ел мидии в общем одну тарелку потом вторую я не мог остановиться потом я взял еще добавки ну в общем было так что на следующий день в общем я понимал что я много съел это рыбопродуктов таких крутых просто классных и у меня появилось такое ну типа аллергического какого-то немножко такой чуть-чуть я не мог понять что такое а потом подумал сколько я вчера то что я никогда не ел сколько я этого съел вчера саша что такое что то я не помню с чего бы это прозавел крышечки тут чего-то может быть я съел что-нибудь может я съел что-то не помнишь что ты вчера ел на ужин сколько в общем ну вот такой вот ну как это минус это плюс ну вот он я бы еще ну да самое интересное что это в нашей жизни было получается это здорово да жизнь даже стала не скучной с компанией фаберлик и я вам признаюсь честно что был ну там в отеле был праздник по моему в пятницу до какой-то день какой-то был праздник там на брюк надо и там сделали такую кухню вот как которую я не знаю повторится ли еще когда-нибудь в нашей жизни вот этот вот стой такой надеюсь что повторится что он будет не один но такую роскошь она меня пробила просто до слез я стала и у меня прям слезы навросашка танчо с тобой я гране не знаю я чувствую себя какой-то вот королевой за что мне вот это вот вот это вот роскошь почему мне вот такая вот красота роскошь да да просто за то что я тыкала кнопки в интернете это удивительно вот слезу прошибла слушать спасибо фаберлик спасибо нашему проекту спасибо лидером это вот это реальный подарок иногда мы думаем вот это заслуженные вещи но это и подарок одновременно потому что но то где мы побывали это просто как сказка как сказка самое здоровское что это сделать то не трудно да вот у нас девочки заранее себе говорят в голове не я не смогу это вот там основатели это там лидеры это бриллиантовый там директора могут летать да нет ну и посмотрите на андрея свалей год и они в италии каждый может это легко главное понимать что это легко насчет магазинов до время у нас кактусы на них вот эти вот плоды да и когда у нас была экскурсия нам сказать что эти плоды съедобные но мы конечно их не с дерева срывали мы пришли в магазин смотрим вот продаются мы решили саши купить попробовать очень вкусненькая штучка да очень вкусненькая вот и похоже чем-то на киви наверно да вот что то есть такого по консистенции похоже да и запах похож но я бы еще бы поела кактусов вот честное слово если у нас в магазине продавались я бы их покупала единственное что вот эти вот косточки они как у малины да там вот или как у какой ягоды эти косточки внутри клубнички нет в общем питание когда таня говорит питание пробило до слез вот должны понять как это было это по итальянски мы когда ездили в доминикану от компании там тоже было супер шикарное питание но до слез меня не пробило вот здесь меня пробило так насчет магазина быстренько расскажу да ну магазин это же конечно это было все очень интересно потому что я заметила одну классную штуку мы саше пошли покупать подарки до вещи какие-то смотреть саши там купили футболочку мне кое-что вот у меня там на канале на youtube канале даже есть видео где мы ходим по одному из магазинов вот такое смешно на половину бесполезное видео но можно увидеть такую вещь когда мы зашли в магазин я саше сказала саш что это посмотри тебе это ничего не напоминает и саша смотрит что-то такое знакомое его а ты не видишь что это расцветка как у нас продается в фаберлике одежда то есть это расцветка в тренде который мы стали замечать я говорю обрати внимание на эту обувь саша ого я говорю обрати внимание на вот этот принт саша ого ягут и видишь как бы как двигается фаберлик да потому что иногда но девочки заходят в ассортимент нашей одежды выпускается какая-то одежда они говорят что-то это какое-то странное там каблук страны или расцветка какая-то странная даже наверно может быть она деревенская да какая деревенская европейская европа и мы увидели мы думаем вот это не один ну то есть не один предмет одежда несколько и расцветкой похоже и это не даже снимала смотрите потом у нас сгл смотрите цены в европе на эти товары да смотрите у нас в компании фаберлик это было классно момент был классный некоторые могут сказать что там качество как бы лучше ничего подобного мы не были в супер-пупер таком магазине да где там заоблачные какие-то цены мы как раз зашли в такой обычный магазин для общего пользования типа как у нас золото наподобие таких магазинов и цены были гораздо выше чем фаберлик и я не скажу что качество круче чем в компании фаберлик там была одежда но разница в цене то есть у компании фаберлик он курс держит на европу и вперед там россии двигается сначала появляется что-то фаберлик потом мы видим что мода до начинает распространяться потом уже шире да поэтому мы с вами имеем классную возможность вперед моды уже двигаться но это что касается магазинов что касается вида из окна до поразили вот эти вот теплоходы вот если вы видите картиночку да это вид и из окна и из нашего отеля где мы были в неаполе вот и эти пароходы они то приходили то уходили смотришь нету пусто я еще сказал саш как вот это вот огромный дом вот этот вот на плаву как он может не тонуть и и вообще плавали огромная такая над водой вот потом смотрим нету уплыл этот дом да потом раз другие пришли то есть красотища такая неимоверная зубе слева немножечко не видно да надо было взять другую фотографию видно везувий да ну я думаю про везувий все знают что это вулкан такой вот огромный в италии но вот он у нас был как на ладони здесь вот кусочек вот если от кораблей влево до саша лево влево посмотреть здесь вот видно прям подножье этого везувия вот сейчас курсорчиком покажу а там уже вверх идет вот такой огромная огромная такая гора вот гора вулкан мы жили на камчатке мы видели вулканы они у нас в снегу но там очень тепло климат очень благоприятный комфортный и поэтому там снега на этом вулкане как бы нету так не зря мы первые да правильно гальчика ага давайте будем заканчиваем есть такой классный плюс который мы хотим очень отметить потому что впереди да и будет турция слушайте и все могут туда поехать потому что когда мы зашли в фаберлик через полгода таня была директором через полгода я таких условий подарков как сейчас делает фаберлик тогда не было сейчас все могут но кто потрудиться реально научиться и чуть-чуть потрудиться ну не чуть-чуть нормально потрудиться скажем так и с уровня директора делая 100 баллов сейчас это простые принципе условия вы въедете в турцию количество людей может быть просто потрясающим впереди мы думаем может быть 500 человек может быть тысяча будет поэтому директоров может быть масса сейчас вот с таким подарком который делает фаберлик просто с открытием и подтверждением насколько я знаю да вот уровня директора и у вас есть возможность поездки получить бонусы еще крутые финансовые и выезд в турцию поехать с лидерами послушайте в чем красота одно дело вы видите лидеров там ну в интернете даже общаетесь совсем другое когда вы например перед вами море классный ужин и вы с лидерами послушайте волшебный да для работы ну и это тоже есть это тоже плюс потому что мы приехав к лидерам получили свой пиночек классный для работы спасибо лидер мы переварили это и на следующий день мы были готовы павну покорять везувий новые вулканы новые уровни поэтому когда вы окажетесь в классной атмосфере отдыха среди лидеров которые вам дадут ну такое видение проекта крутое наперед наперед вы в этом примите участие вам дадут наставление ну как бы ободрение обсудите какие-то ошибки вам помогут с какими-то ну вот такими которые у вас есть вопросы это можно сделать лично в крутейшем отдыхе но цены нет такой поездки слушайте чтобы а вы можете это скоро получить так что настраивайтесь не думайте что вы не сможете сможет абсолютно абсолютно любой чем вы хуже чем кто-то другой главное не забудьте что нужно сделать 100 баллов в этом да и начинать делать иначе вы будете в пролете даже если вы представляете как будет обидно да вы выполните все условия а 100 баллов не делали потому что на свои силы как бы не понадеялись будет обидно начинайте делайте у вас все получится фишка в чём сейчас будет ролик да и там валюша г это очень хорошие слова что поедут директора а будут отдыхать как золотые потому что до этого года ездили только с уровня золотого директора и это был золотой отдых до классный драгоценная конференция а сейчас на нее могут помочь директора директора слушайте вас к своим обращаюсь тоже давайте давайте с нами давайте с нами в турцию ну что ну что альтабу фарадиду ля пальпетру инсумитру чизу бобену ну что туристов обликом пока да я по-русски мы выключаемся мы уже у вас пришли заменять всем привет привет наши дорогие вы знаете самое важное что могу сказать что все таки сила роста это в команде это в команде и это просто невероятно классно когда сегодня я зашла на вебинар я запустила презентацию я запустила ролик а первый должен был выступать николай я вторая и вдруг получилось что-то невероятное что у нас получилось я даже не могу выкинула и мы не могли войти в комнату не в вообще никак я пишу в чат андрей должен был выступать как бы третьим спикером я пишу в чат андрей да выручай и конечно он пришел на помощь он нас выручил и сколько раз бы я не говорила на трех вы процентов генеральный вы партнер да то есть это без разницы это без разницы и многие так и не вошли да но вот сейчас все отлично и который раз я ценю именно командную работу когда один за всех все за одного андрей нас выручил низкий ему поклону нашу презентацию рассказал да а потому что а я больше времени было конечно же мы больше времени были в отеле мы мало брали экскурсий вот потому что мы хотели отдохнуть вот и конечно команда это все когда выручают во всех в любых обстоятельствах обстановках и так далее чтобы не было ну и под конец не буду вас долго задерживать вебинар длиннющий поэтому я бы хотела сказать свое мнение что жизнь в италии она очень размере размеренная медленная спокойная никто не спешит никуда да 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 никто не спешит никуда этим чувством можно проникнуться и когда вот и вот так гуляешь по улочкам очень много умных идей в голову пришло да то есть и конечно же все да быстро растунчики там побывали и мы хотим сказать что благодаря может быть этим итальянским вот этим вот отдыху этому размеренному мы все-таки скоро будем запускать новое обучение скорее всего и будут презентовать николай андрей к но все директора совет координационный совет директоров все сейчас работают для вас и скоро будет супер новое обучение облегченная классная заключаться она будет в том что вы сможете выбирать что вы хотите с первых грубо говоря дней на проекте кто-то захочет сразу рекламу кто-то за робота кто-то что-то обучение вот для всех и оно будет единым и это конечно здорово будь здоров вот и конечно вот это вот размере на медленно спокойно жить она мне очень понравилась я прямо от нее в восторге это все ходят не торопясь да и вот знаете если вспомнишь шри-ланку да то там ленкийцы они такие очень серьезные обходительные исполнительные работяги да то есть и вот от них вот это вот веяло передавалось что надо куда-то бежать куда-то торопиться да то есть там вот как вам сказать вот такой был да это нас компания до в шри-ланку возила потом нас компания повезла в доминикану доминикана это такой медленный танцующий поющий постоянно народ да то есть и мы до ленивый мы приехали еще две недели наверно после доминиканы танцевали да как знаете на поезде едет там качает вы выходите да на перрон а вас все, чук-чук-чук-чук в голове, чук-чук-чук-чук. То же самое у нас. Да, и по поводу Доминиканы, если вам скажут маньяна в отеле, то лучше их сразу же заставлять и делать. Почему? Это завтра. Завтра может еще и завтра быть. Да, если что-то сломалось там где-то, то они могут откладывать это на года и каждый день говорить завтра, завтра, завтра. Это, конечно, да, это прикольно. Ну, и, конечно, Бали – это сказка, все там набожные, все там во все верят, вот такие все страна духа, всего. Вот это вот тоже чувствовалось, вот это какое-то волшебство, да. То есть вот Италия – это Европа, да. То есть мы вообще сможем первый раз, да, в Европе. Первый раз в Европе, вот первый раз получили Шенген. Нам, кстати, обоим на полгода же дали, да, обоим дали на полгода. Можно еще, кстати, куда-нибудь скататься пока Шенген. Вот, и что хочется сказать, что Европа – это в первую очередь еда, да. И в Италии очень ценится еда. И такой крутой еды я в жизни никогда не видела ни в одном отеле вообще, где бы мы ни были. Вроде бы везде хорошо кормили, но там это было что-то с чем-то. Я не знаю, сыров видов 8-10, наверное, да. То есть колбас там видов 10. Там, вы знаете, вот просто вот рыбные вот эти все деликатесы. Это для меня это было вообще. И там мою любимую эту зеленую. Ну, короче, вкусно очень готовили мое любимое блюдо. Как оно? Капуста цветная. Во! Забыла! Представляете? Ну, это, конечно, это невероятный отдых был. Это был крутой отдых. Отели, все было здорово. Андрей, кстати, Андрей мою презентацию рассказал. Я ее готовила для вас, вот. Думала, что все, уже не выйду, говорю, выручай. Вот. И, конечно, ребят, высший уровень, высший уровень, действительно, все. Обстановка в отеле очень красивая, все в цветах. Это очень красиво. Я мужу, сфоткай меня там, сфоткай меня тут. Он, я заколебался, тебя фоткать. Ходит это, да, то есть пищит на меня. А я, нет, ты меня сфоткаешь тут, ты меня сфоткаешь там. Ребят всех собирала, говорю, давайте вфоткаться, что мы будем команде показывать. В общем, всех пристал. Ну, что я могу сказать. Первое впечатление о Европе у меня очень хорошее. Люди там ответственные. Мы там даже лекарства покупали себе домой, да. То есть там качественные лекарства. И за плохое лекарство там садят, да. Вот если как в России подделки. Поэтому мы там закупились. Ну, и, конечно, то, что вот было пять экскурсий по желанию, мы взяли две, да, по-моему. Да. Мы взяли две экскурсии платные. Специально выбрали платные. Нам они, конечно, очень понравились. Но мы устали. И потом мы уже просто отдыхали. Отдыхали, гуляли по кафешкам. Ну, у нас три экскурсии было, потому что мы же еще в жарной экскурсии по Барри было. Да, Барри там, да, с мощностью Николая были. Да, 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 три экскурсии все равно пришлось в три. Вот. Могу сказать, что вот море было очень комфортно. Как раз той температуры, которую именно я люблю. Оно не было холодным, но оно было таким слегка-слегка нежным, освежающим. И когда ты идешь в море купаться, да, ты хочешь освежиться после жары. Жары не было, море тоже не горячее. И вот ты и не потеешь, и не мерзнешь, да. То есть прям так кайфово. Воздух такой влажный, суперский, классный. И просто вот этот вот запах, да. Мы приехали, мы вышли с газельки, да. Нас как веб-группу везли на газельке. Впереди планеты всей. Мы прямо умчались. И вот вы знаете, самое интересное. Я вышла и обратила внимание на вот этот вот слегка влажноватый, очень приятный воздух, очень приятный аромат. Это было просто, вот прям для меня не было никакой акклиматизации. Наверное, я думаю, впервые ее практически не было. И я не поняла, да, то, что я из зимы в лето приехала. Мой организм как-то быстро очень перестроился. Хотя у меня акклиматизация очень тяжело проходит. Ну что ж, Антоха, хочешь что-нибудь добавить? Да, вот мне понравились пасты, то есть макароны. Я там часто их ел, особенно когда мы проживали у моря до Неаполя. То есть понравилось. Она такая твердая-твердая. Да, она твердая, но проваренная. То есть, если, например, у нас недоваришь, можешь почувствовать, что она твердовата. А здесь она твердая, но она проваренная. Во-первых, у меня мнение было о Европе вообще. То, что это там дорогие цены, как бы. То есть вроде бы там минимальная зарплата в Европе это 2000 евро. То есть кажется, для России это много. Как бы. Действительно это много для России. Это 140 тысяч рублей получают. Это при том, что средняя зарплата. Я думаю, цены там заходишь и 100 долларов оставляешь. Ну, 100 евро за один раз зашел. Цены там, если честно, меня удивили. То есть дешево, да, все дешево. И то, что мы... Вот если мы заходим, заходили в ресторан там, ну, 2000-3000 в переводе на русский, как бы, с евро, то у нас получалось такое, то, что... Здесь мы, например, заходим в русские страны, у нас мы оставляем 5. То есть дешево. В России дороже, реально дороже. Да ладно. Вот. Ну что ж, наши дорогие, не буду вас долго задерживать, потому что я прекрасно понимаю, что вы уже просидели практически полтора часа на вебинаре. Это тяжело. Что хочется вам пожелать? Дорогие наши, любимые наши, солнышки наши, обязательно выполняйте условия на Турцию. И я могу сказать, что руководство компании «Фаберлик» планирует вести с собой полторы тысячи человек. Это как минимум. И они хотят вести такое огромное количество людей. Я с ними порвалась. И я вам могу сказать, что, допустим, 300 или 500 человек от нашего проекта – это легко. Это сделать легко. Я никогда не поверю, что найти 60 человек по 50 баллов – это сложно. Главное, не забывайте, что полификация начинается со 100 баллов личного оборота. Вот. Как только вы открыли статус директора, обязательно начинайте. Вот. 60 человек по 50 баллов. Как их найти? Где их сделать? Можно сделать быстро, с помощью рекламы, даже за один каталог. Понимаете? С помощью рекламы за один каталог. Вы это сделаете, и вы можете ехать, да? Только лишь бы вы не падали. Вот. Поэтому не откладывайте свой рост в долгий ящик. Лишние 20, 30, 40 тысяч в карман каждые 3 недели русских рублей, я сейчас имела в виду, вам не повредят. Вот. Поэтому, конечно, выполнять условия. Я буду рада встретиться, обнять каждого, кто приедет к нам в Турцию вместе с компанией «Фаберлик». Очень буду рада видеть. Тем более, там не нужны никакие шенгены, визы. Да. То есть, нужен просто один загранпаспорт и все. Это просто находка, да? Турция, страна Турция. Ну что ж, всех целую, всех люблю. Всем желаю идти только выше, выше, выше. И не забывайте, что отдых – это такой приятный, классный бонус, да? Но когда вы растете до статуса директор, и ваши люди растут до статуса директор, которых вы мотивируете, да? То вот как раз там и получается, что вы приумножите свой доход до того состояния, что вы можете работать дома, в интернете, при свободном графике, без работы по найму. То есть, сетевой маркетинг избавляет людей от работы по найму. И это нужно знать, это нужно понимать. И я уже 6 лет вообще не работаю на работе по найму. Муж 4 года нигде, 5, нет, 4, да, 4 года тоже нигде не работает. Мы работаем вместе. И я вам могу сказать, что это супер. Это невероятно, когда во сколько захотел встал, во сколько захотел лег. Это классно. Это куда захотел поехал, да? То есть, работа в телефоне. Я купила вот такой хороший прям увесистый телефончик. Тут даже презентации можно делать, проводить, да? Только лишь бы было подключение к интернету. Поэтому отдыхайте, растите, зарабатывайте достойно. И не тратьтесь на отпуск. Компания Фаберлик вам сама этот отпуск оплатит. Ну, не круто ли, дорогие мои? Ну, что ж, всем пока-пока. Все огромные молодцы. Включаю вам мотивационный ролик, который сделала моя дочка. Мы ей выслали видео, и она сделала. Так, а где ролик? Куда ролик дели? А, это мы тоже уже вот отдыхали с командой, с компанией. Всем пока-пока.